Глава 25 Исход Глава 26 Исход Глава 26 Исход Кожи синие Глава 38 Исход И дерево сеттим Елей для светильника Ароматы для елея помазания И для благовонного курения Камень оникс И камни вставные Для ифода И для наперсника И устроят они мне Светилище И буду обитать посреди их Все сделаете Как я показываю тебе И образец скини и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева сетим. Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его и сделай наверху вокруг его золотой венец витый. И вылей для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца с одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, и обложи их чистым золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, и ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, выдавшимися из крышки. Сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. И сделай стул из дерева сетим длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым. И сделай вокруг него золотой венец виты. И сделай вокруг него стенки в ладонь. А у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых. И утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сеттим и обложи их чистым золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы, предложения пред лицом моим постоянно, и сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его, и на светильнике четыре чашечки наподобие миндального цветка. Яблоки и ветви его из него должны выходить, а он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота, и сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампад его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему сделай из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями, смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Исход. Скинь же сделай, из десяти покрывал крученого вессона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусной работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай, и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. Пятьдесят петлей сделай у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай пятьдесят крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скинье одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скини. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скини. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другими. И 50 петлей сделай на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы они составляли одно. А излишек, остающийся от покрывал скини, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скини. А излишек от длины покрывал скини на локоть с одной и на локоть с другой стороны. Пусть будет свешен по бокам скини с той и с другой стороны для покрытия ее. И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скини из дерева с сетим, чтобы они стояли длиной в 10 локтей, сделай брус и полтора локтя к каждому брусу ширина, у каждого бруса по два шипа на концах, один против другого, так сделай у всех брусьев скини, так сделай брусья для скини, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скини к северу, и для них 40 подножий серебряных, два подножия для двух шипов его, под один брус и два подножия под другой брус для двух шипов его, Для задней же стороны скини к западу сделай шесть брусьев и два бруса сделай для углов скини на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоями для обоих углов. Пусть они будут. И так будет восемь брусьев и для них серебряных подножий. Шестнадцать. Два подножия под один брус и два подножия под другой брус для двух шипов его. И сделай шесты из дерева сетим. Пять шестов для брусьев одной стороны скини и пять шестов для брусьев другой стороны скини и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скини к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого Брусья же обложи золотом и кольца для вкладывания шестов сделай из золота И шесты обложи золотом и поставь скинью по образцу, который показан тебе на горе И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы И повесь ее на четырех столбах из сетин, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения И будет завеса отделять вам святилище от святого святых И положи крышку на ковчег откровения во святом святых И поставь стул вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу Стой же поставь на северной стороне скинии И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти И скрученного весона узорчатой работы И сделай для завесы пять столбов из сетин И обложи их золотом, крючки к ним золотые И вылей для них пять подножий медных Субтитры создавал DimaTorzok